15 мая наша страна отметила один из самых теплых и добрых праздников – Международный День Семьи. Что такое настоящая семья и как ее сохранить, несмотря на трудности, нам рассказали супруги Горкуша из Петровского сельского поселения, прожившие вместе уже почти полвека. Для супругов Горкуша любовь, взаимопонимание и верность имеют особое значение. Именно на этих понятиях построено их долгое семейное благополучие. Рука об руку. По жизни они идут уже 45 лет. И до сих пор друг на друга смотрят с особой теплотой. Должна женщина семейный очаг сохранить, правда? Мужчина подзарабатывает, а от женщины это много зависит, чтобы что-то в доме было, чтобы что-то сохранить. Вот мы и сохраняем. Нина и Владимир Горкуша знают друг друга почти всю жизнь. 45 лет – это срок их брака. Познакомились они, будучи еще подростками. Жили на одной улице. Я не шел в армию, а мы с девчатами бегали, провожали. Я вот там девочка провожала. А она мне говорит, так, замуж не выходь ты. Я говорю, так, кому мы нужны? Нет, так. Сами танцуем, вон там стоит девочка. Не, ну что, ну правда было. Я, ага. Потом пришел с армией, опять же мы встретились. Мы же по улице одной. А потом вечером, каже, идем с кино. И мне, каже, давай поженимся. Я говорю, а когда? В августе. А он август был. Я говорю, да ну. Да не, через год. А, говорю, ну через год давай. У Читы Горкуша трое детей и семеро внуков. Для них супруги служат примером верности и семейного счастья. Это пример для подражания. Я не знаю. Мама у нас, она настолько энергичный человек, настолько позитивный. Вот, я не знаю, я бы не сказала, ей еще даже нет сорока по возрасту, вот по той энергетике, которая у нее сейчас. Папа это у нас кремень. Он сказал все. Это безоговорочный авторитет среди детей, для внуков. Я не знаю. Ну, внуки, наверное, тоже скажут. Если дедушка сказал, все сказал. Это безоговорочный авторитет. Мне можно позавидовать, как дочери, понимаете. И вот мне бы хотелось своим детям дать того же. Поэтому всю жизнь, вот как бы смотришь на родителей, хочется быть похожими. Все, что сейчас есть у супругов, это результат их совместных усилий. Они вообще привыкли все делать вместе. Вместе растили детей, вместе по крупицам строили дом, в котором прожили всю жизнь. Вот зашли в двор, это было лима, толок. Ничего. Ничего не было. Все, что здесь есть, все сделали мы сами. Своими руками. Своими руками. Всю семейную жизнь супруги Горкуша прожили в любви и уважении друг к другу. Нина Владимировна работала в детском саду воспитателем. Занималась рукоделием, вышивкой. Ее работы не раз участвовали в различных выставках. Владимир Павлович больше 20 лет проработал механизатором в колхозе. А в свободное время любит мастерить. Он может сделать все. И гвоздь забить, и самодельное транспортное средство для детей придумать. Домочадцы его даже называют «мастер на все руки». Были первые дети на деревне, которые ездили на тракторе. Трактор был маленький, но типа сейчас нынешнего мотоблока. Не мотоблок, а вот эти тракторы. Чисто был трактор. Был прицеп. И вот мы по улице ездили на тракторе. Трактор заправлялся соляркой, бензином. А потом Слава меньше брат заправил его комбикормом. И он потом долгое время стоял, не ездил. Дом семьи Горкуши для детей и внуков – это то место, где всегда приятно и интересно находиться. Где уютно и спокойно. Где всегда поймут и поддержат. Помогут решить проблемы и искренне разделят радость. А в этом считают супруги и есть смысл семейной жизни. В этом их счастье.